В Твери в библиотеке имени Горького прошел диктант Победы. Около пяти тысяч человек по Тверской области проверили свои знания о Великой Отечественной войне. На центральной площадке акции побывала и наша съемочная группа. О том, как это было, рассказывает наш корреспондент Наталья Федорова. Диктант Победы – это международная историческая акция, проводимая под эгидой проекта «Историческая память». Она позволяет проверить и улучшить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Хочется, чтобы такие мероприятия, как диктант Победы, профилактировали эти события. Чтобы школьники, здесь в основном молодежь собралась, и люди среднего, и старшего возраста, чтобы еще раз они вспоминали о том, что происходило. И вот в такой познавательной форме еще раз переживали эти события, еще раз фиксировали свое отношение к этому. За 45 минут участники выполняли задания, включающие в себя вопросы об исторических датах, событиях, о военной географии, героях войны и многом другом. Сегодня собрались здесь разные поколения, и это дает возможность не только их знания проверить, но и дает возможность познать какие-то исторические моменты новые для себя. Многие из участников — это школьники и студенты. Это хороший показатель того, что молодое поколение интересуется историей страны и ее героев, добавил Евгений Пичуев. Буквально 1 сентября учителя предложили нам поучаствовать в этом диктанте Победы. Меня очень заинтриговало это мероприятие, и я решила поучаствовать. Первый раз я нахожусь на этом мероприятии. У меня, в принципе, все очень нравится с обстановкой и так далее. С каждым годом количество участников акций в нашей стране и за рубежом неуклонно растет. Если в 2019 году проверили свои знания около 100 тысяч человек, то в 2021 году цифры выросли до полутора миллиона участников.